1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Вот так вот присядем и посмотрим, друзья, а не кажется ли вам через камеру, что цвет-то одинаковый? То есть S5 внизу и непосредственно основной свет одинаково светят беленьким. Красивый белый цвет. И так, друзья, ну мы не особо спешим, скорость в районе соточки, едем спокойненько. Смотрите, ребята, что можно сказать чисто про ближний. Первое, что хотелось бы отметить, он просто белый. Я потом еще об этом неоднократно скажу, но он просто белый, друзья мои. Хватает ли мне его? Ну вот в освещении, да, вы видите, то есть в принципе хватает вполне. Освещенная дорога. Нужен ли здесь ближний мощный свет? Я думаю, нет, потому что и так все прекрасно видно. И если бы в России у нас везде были вот так освещены дороги, нахрен не нужен был бы свет. Люди бы просто ездили на дневных ходовых огнях или на противотуманочках и все. Но мы едем, ближнего света вполне хватает. Он просто белый. Вот ты едешь и не напрягаешься. Ты не думаешь о том, что где-то что-то не будет видно. Но даже в этом освещении белого такого света на дороге вполне хватает. Вот фонари, вроде бы как, он нафиг не нужен, но местами пропадает. Пятна какие-то на дороге появляются от просвета, где нет фонарей. Точнее, не до просвета, да. И вот, пожалуйста, все освещено чисто ближней работой. Чтобы вы не думали, что я вас обманываю и туманки дорабатывают. Вот с туманками, друзья, а вот без туманок, вот с туманками. Соответственно, мы проезжаем пешеходный переход, а вот без туманок. Работает чисто ближний, ребят. Его вполне хватает на трассе. Итак, друзья, ну что же, мы перенеслись в коридор, в такую аллеечку, где можно по темноте посмотреть, как светят фары. Да, чтобы было все честно. Гасим туманки, вот это без туманок, вот это с туманками. Едем без туманок, друзья. То есть туманки нам не помогают. Левая фара настроена так, чтобы светить ниже, а правая светит дальше и выше. Соответственно, вот смотрите, друзья. То есть я сейчас еду, вы видите, ну вот насколько возможно камере передать, да. То есть вот насколько она может передать, она передает. Но по факту, друзья, я вижу метров где-то на 50. Вот 45-50 метров, друзья мои. Без всякого вот напряга я вижу. Причем и в ширину хорошо, и непосредственно вдаль хорошо. Друзья мои, ближний отрабатывает вот насколько он может, насколько могут выдать эти линзы. Все светит. Все освещено. Причем прекрасно, друзья мои, освещено. Но кто бы что ни говорил, в линзах, конечно, свет всегда ровнее. Он тусклее, чем в рефлекторе. Это факт, ребят. Но он и ровнее. То есть вы, как бы погнавшись за линзами, вы получаете свет ровный. Но он будет тусклее, чем в рефлекторе. Но зато в рефлекторе вы всегда света получаете больше. Он насыщеннее. Но при этом не настолько ровный и отсеченный, ребят. Вот, то есть фары светят, светят великолепно. То есть отсеченный ровный белый свет. Причем я его вижу вот вживую абсолютно белым, без всякой синевы. То есть это просто белый свет. Теперь, ребят, переходим на стеночку и заключение этого видео. Итак, друзья, отличная площадка. И что хотелось бы сказать в конце. Ребят, это совершенно другой цвет. Такого цвета я не видел. Честно. То есть здесь цвет, он больше схож с S5. Вот посмотрите. Туманки и основной свет, они сейчас работают в одной цветовой гамме. То есть нет расхождения. Вот смотрите. Если брать, допустим, K5C, F5 в 6000-6500 кельвинов, они будут холоднее, чем S5. То есть они будут попадать в тон, будет все хорошо. Но они будут похолоднее. Данная лампа работает именно в цвете 5000-5500 к, то есть кельвин. И при этом они светят обычным белым светом, ребят. То есть вообще классно. Вот смотрите, вместе с туманками все светит. Вот нигде нет засветов выше и прочей всякой фигни. Хотя тут есть освещенность. И в принципе это круто. По заливке, друзья мои, давайте выключим туманки. Потому что с туманками мы уже по цвету сравнились. Нам важно понять вообще, как оно. Вот туманочки погасил. То есть туманки. Ребят, сейчас просто без туманок. Вот оно, друзья. Без туманок. Чистый белый свет. Смотрите. Чистый белый свет, друзья мои. Он просто беленький. Он просто белый, ровный, отсеченный. Классный свет. Насыщенный, шикарный. Ребят, вам, чтобы на заметку, чтобы вам было проще угадываться. Это лампы, которые первый раз уперлись вообще в корпус. В правой фаре уперлись в корпус самой фары. Только единственные лампы. Ни N37 на ВСА не упирался. Большой, да. Там драйверы, кулеры, пофиг. Ни К5С, ни другие модели. Вообще ни одна не упиралась. Ни F5, ни одна. Это уперлось в правой фаре, ребят. Чтобы вам было понятнее, что кулер здесь побольше. Обсуждаем сейчас гарантию, ценник. Все обсуждаем. Ребят, ну очень круто светит. Я, честно говоря, прям доволен. Хороший, качественный белый свет. Мне нравится. Мне нравится, ребят. И прям, прям хорошо. Прям на самом деле классно, здорово. Такой цвет приятный. Насыщенность хорошая. Друзья мои, прям хорошо. Прям классные лампы. Если выиграете, заберете, прям не пожалеете. Они действительно крутые. Действительно, друзья мои. И вразрез того, что есть Davkna, есть там Bravia, есть остальные производители. Тот же самый Navsai. Эти лампы, они уникальные. Они обособленные. Они классные. Ну а так, друзья. Чтобы вам было проще выигрывать. Значит, смотрите. Эти лампы идут на 25 тысяч люмен. Да, 25 тысяч люмен. Эти лампы заявляются производителем 220 ватт. И эти данные уже вас подтолкнут на некоторые предубеждения. Вы сможете понять, что это, друзья мои. И чтобы точно ваш ответ был призовым, вам надо назвать аббревиатуру данных ламп. То есть аббревиатура. Это вот, допустим, как у K5C. То есть вот как K5C. Вот такая у них аббревиатура. Но у них есть в названии, помимо аббревиатуры, еще маленькая приставочка. Маленькая. Вот. Это тоже вам подсказка. Поэтому, друзья мои, отгадывайте. Напоминаю, у нас конкурс. Вот, ребят. Я после стрима. Я уставший, поэтому не обращайте внимания. Все нормально. Разыграем лампы. Будет кайфово. И вот если сравнивать их, опять же, с Вендиками, да. Венди Мини вот тут стоит, ребят. Вот тут Венди Мини. Вот тут сейчас они. То Венди Мини более холодный свет дает. А эти дают прям такой белый, молочный, насыщенный свет. Свет кайфовый. Очень схож со спятами. Прям вообще мне нравится, честно. Вот именно по качеству света нравится. И посмотрите, еще тест выйдет по этим же лампам. Когда уже разыграем, когда уже кто-нибудь их заберет. Выйдет тест в сравнении, по-моему, с К5С. Мы их снимали, ребят. Вот посмотрите, насколько они превосходят или хуже К5С. То есть, в моем понимании, конечно же, конечно, К5С интересная штука. Очень интересно. Очень классно. Эти лампы, они достойные К5С. Они примерно на том же уровне, но есть свои плюсы и минусы, ребят. Поэтому такая вот штука. То есть, я бы, допустим, сюда лучше поставил К5С в 4300. Вот толку было бы больше. Прям вот однозначно. Хотя я сейчас трехтысячник поставлю и покажу вам, что это такое. Интересный, желтый, модный, классный свет, ребят. А так, ну, вот такие вот лампы. Вот так вот они светят. Действительно заслуживают вашего внимания. Коротенький такой очерк. Конкурс. Разыгрываем их. Выигрывайте. Пишите. В группе ВК. Можете оставить под этим видео, в комментариях, свою версию. И если вы выиграете, мы вам с удовольствием эти лампы подарим. Всем вам спасибо за внимание, друзья. Надеюсь, заслужил лайк, подписку на канал. Символ колокольчика не забудьте дернуть, там нажать, чтобы все вам уведомление приходило. Потому что вот такого формата конкурса мы будем все-таки стараться делать чаще. Потому что так вам более проще и интереснее, нежели там задавать какие-то задания, чтобы вы там что-то писали. Нафига. Вот нафига, ребят. Вот такие простые конкурсы. Специально для вас. Для каждого. Каждый может победить. Каждый может выиграть и стать обладателем этих интереснейших ламп. Вам спасибо за внимание, друзья мои. Пока. До новых встреч. Пишите комментарии. Пишите. И выигрывайте эти лампы. А я поехал. Пока. 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 Пока.